АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, с семьей доволен, получаю по шестому разряду. И только один человек мне ответил серьезно и откровенно. Это мой дорогой приятель Иван Фомич Тестов. По профессии стекольщик. Текст немудреный, хотя и с бородой. Всятишка? А как же было? Непременно. А какое оно, большое или маленькое? Ну, большое или маленькое, это я уже не знаю. Только оно на всю жизнь. Иван Фомич выкулил две папиросы, собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и начал. А был это, дорогой мой товарищ, лет двадцать-двадцать пять назад, и был и молодой, красивый, и усики носил стоячие, и нравился себе. И все, значит, ждал, когда счастье приводит. А годами ж тем шли своим чередом, ничего такого не происходило. Не заметил я, как и женился, как на свадьбе с жениными родственниками подрался, как жена после одного дитё родила. И всё шло, и дитё скончалось, всё шло тихо и гладко, и особого счастья в этом не было. Ну, а двадцать седьмого ноября вышел я на работу, после работы под вечер зашёл в трактир, спросил себе чаю, сижу, пьюсь блюдечком, и всё думаю, вот, дескать, года своим чередом идут, а счастье всё незаметно. И только я так подумал, как слышу разные возгласы, оборачиваюсь, хозяин руками машет, мальчишка половой руками машет, перед ними царский солдат стоит, всё пытается за стол присесть, а хозяин его выбивает, дескать, вам, вам, солдатам нельзя за столик присаживаться, мне за это штраф платит, а солдат пьяный, всё присаживается, а хозяин его выбивает, а хозяин, а солдат родителей вспоминает, я, мать ваша, перемать, такой же человек, как и вы, хочу здесь в трактире сидеть, ну, спасибо. Посетители помогли, выперли солдата, а солдатик схватил бы лыжник с мостовой, да как брызнет в стекло, а стекло зеркальное, четыре на три, и цены ему нету. Ох, как смеснул руками, хозяин присел на горячке, разорил меня солдат, сегодня суббота, завтра воскресенье, два дня без стекла, а посетители обижаются, действительно, говорит, дует, говорит, из пробитого отверстия. А, вдруг я тогда кладу блюдечко, закрываю шапку и чайник, чтобы не простыл, роднодушно подхожу к хозяину, говорю, я, любезный коммерсант, стекольщик. Вот, ай, обрадовался, побежал к касте, пересчитал деньги, а он говорит, слушай, а сколько эта музыка стоит? Нельзя есть кусочков сладить? Нет, дорогой мой, когда дает коммерсант, из кусочков не выйдет, требуется полное стекло, четыре на три, цена тому зеркальному стеклу, 75 целковых и бой мне. Говорит, ты что, объелся? Иди садись за стол, напивай чай, я такую сумму лучше периной заткну. Говорит, взял, он посылает хозяйку принести перину, приносит перину, начинает ее вставлять, а перина начинает вываливаться. То наружу, то во внутрь. Вызывает смех. Посетите, говорит, ну что же, дескать, темно и некрасиво чай пить. А один спасибо ему встает и говорит, я на перину могу и дома смотреть. И уходит. Хозяин тык, пык, снова ко мне, дает деньги. Я чай допивать не стал, зажал деньги в кулак, побежал, прибегаю, магазин закрывается, умоляю, прошу, впустили. Все, как я думал, и даже лучше. Стекло зеркальное, 4 натрия, 35 рублей за перевозку 5. И дома 40. И вот стекло вставлено. Я допиваю чай с сахаром, заказываю рыбную селянку, расстатую, съедаю все. И шатаясь, выхожу из чайной. А в руках у меня чистых 30 рублей. Хочешь, пей на них, хочешь, на что хочешь. Ох, и пил я тогда. Два месяца пил. Покупки кое-какие сделал. Серебряное колечко. Теплые стейки. Хотел брюки с блюзой. Но денег не хватило. Вот, дорогой мой приятель, было и в моей жизни счастье. А я смотрел на него и завидовал, и думал, в моей жизни такого счастья не было. А, впрочем, может быть, я не заметил? Субтитры создавал DimaTorzok